Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Бровченко. А у Бровченко очередной праздник. Они собрались отмечать День Матери. Ну как без этого? Борюсик завел свою пластинку, говорит, готовимся, одеваемся у веранде. Не, ну о чем мы, в принципе, все, как всегда, поняли, да? Как говорится, нам не привыкать к их перлам. Самое главное, через какое-то время не говорить так, как говорят Бровченко. Отправляют они пацанов в магазин, там пацаны должны закупиться. Я так понимаю, родителям, конечно же, некогда. Они, наверное, сегодня будут отдыхать по такому случаю. Саму закупку продуктов нам не показали, зато следующий кадр сидят уже на улице. Сидит Танюха вместе с детьми вокруг костра. Да, сидит Танюха вся укутанная в куртке, застегнутая, все как положено, с шапкой на голове. Да, все как положено, поскольку на улице холодно, как говорится, не май месяц. И рядом, вы знаете, Анютка сидит, как этот бедный родственник, куртяшка на распашку, без шапки. И вот, в принципе, знаете, ни одна, ни одна нормальная мать так своего ребенка никогда на улицу на холод не выпустит. Прекрасно понимая, что заболеть в такую погоду можно просто расплюнуть. Далее, интересно, Анютка поздравляет Танюху с дню матери, говорит ей поздравления. Ну, а Танька вообще мочит коры. Сидит и даже голову не поворачивает в сторону своей дочки. Видимо, ей это, знаете, поздравление, как говорится, ехала, болела. Причем так интересно, когда Аня поздравляла мать, она несколько раз сказала, что мама строгая, да, говорит, мама строгая. Она, говорит, может, конечно же, и поругать, и похвалить. Вы знаете, когда она сказала это несколько раз про то, что мама действительно строгая, это значит, что детям от мамы порой достается будь здоров. Далее, поздравления пошли по кругу уже от всех детей. Вот честно, вы знаете, со стороны это выглядело как-то наигранно и совсем абсолютно неискренне. Вот сразу видно и чувствуется игра на камеру. Причем, знаете, когда я их начинала смотреть, игра на камеру у меня ощущалась вот в отношении их, да, всегда с самого первого дня. Но я это видела со стороны Бровченко старших. А сейчас я уже вижу, что и дети тоже играют на камеру. Все то же самое. Дети тоже знают, да, что и как надо себя вести, и когда их снимают. Вот нет в этой семье какой-то искренности. Все заточено исключительно под съемки и, так скажем, под их контент. Словно это не многодетная семья, а актеры, которые просто вышли на съемочную площадку, дабы отыграть свои роли. Мне, знаете, честно, показалось несправедливым, когда поздравляли с днем матери Танюху. Вот мое мнение, мать поздравили, как говорится, да не ту. Мое мнение, что надо было поздравлять с днем матери Анютку. Да, конечно, она детей еще не рожала, но в этой семье, действительно, с детьми, со своими вот этими младшими братьями, Анютка проводит времени значительно больше и дольше, нежели Танюха со своими вот этими младшими детьми. Потому что, как правило, всегда младшие дети, всегда на Ане, плюс Аня, помимо всего прочего, еще и обеды готовит, опять же, со слов Тани, да. То есть, как бы на девчонке лежит очень много всего, но, естественно, ее заслуги никто даже и не вспомнил, да. Далее были задания для Тани, там Аня решила проверить мамину умственные способности. Танюха ответила с горем пополам на все вопросы, там, в принципе, ничего сложного не было. Знаете, я вот сижу и думаю, чего эта Таня такая недовольная? Аня, оказывается, все очень просто. Максимка у них привалил, он покашливал, и Танюха, насколько я поняла, она просто не выспалась. Ну, а пока Танюха с детьми сидела на улице, возле костра грелась, Борюсик в этот момент сидел дома вместе с Максимкой. Далее показывают, как дети катаются с горки, им весело, им хорошо, они отдыхают, развлекаются позднее уже съемки дома, играют. Аня, как всегда, сучили Максимку, не, ну, понятно, в принципе, мама, наверное, Максимку для Ани, в принципе, и рожала, о чем речь, о чем речь, о чем мы говорили, да. Далее опять поздравление матери со днем матери. Пашка стал задавать вопросы, играют они, значит, в игру, причем задает, ну, элементарные вообще вопросы, на которые ответит там не то, что Таня, там любой пятилетний, семилетний малыш ответит на эти вопросы. Ребят, вы знаете, когда задал Пашка вопрос всем, значит, своим братьям, да, и сестре, а что же наша мама любит больше всего, тараньку, крабовые палочки или конфетки Твикс, Таня начала кричать, никто не отгадал, я больше всего люблю тараньку, вот честно, ребят, я валяюсь, да. Причем, знаете, за верные ответы давали детский мармелад, который тут же, смотрю, хватало и мать семейства, и отцу тоже отсыпали, как говорится, его долягу. Вот, боже мой, вот, да, я вот думаю, зачем взрослым, взрослым людям детский мармелад, ну, ладно конфеты, ладно шоколад, ладно мороженое, но зачем детский мармелад, зачем с детьми делить вот этот вот детский мармелад, да. Ладно, дети были бы действительно как-то избалованы, но здесь дети действительно ничем не избалованы, зачем вы хватаете этот мармелад? Вот честно, знаете, вот правда, ну, они же берут себе, родители, я имею в виду, безалкогольное пиво, берут исключительно только себе, да, ну, оставьте вы детям этот детский мармелад. Честно, для меня это было удивительно, я первый раз увидела, чтобы детский мармелад делили не только между детьми, но еще и между родителями, вот в семье Колесниковых, да, там они также делили этот мармелад и на себя, и на детей, и был еще момент, когда Светка вообще рвала, начала рвать вот этого огромного длинного червяка на части, не дай бог, родителям досталось бы меньше, нежели детям. Для меня, честно, это было самое настоящее вообще, ну, так скажем, вообще интересный, удивительный момент, я не знала, что так можно, я не знала, что можно вообще схватить упаковку и начинать делить в том числе и вообще на себя, обычно покупают по упаковочке каждому ребенку, да, а здесь делят, делят еще и на родителей. Ну, все понятно, я могу понять, когда родители это едят, когда у детей этого всего есть в избытке, но здесь просто самая настоящая жизнь, знаете, родители готовы вырвать кусок просто вкусняшек изо рта у своих детей. Причем Танюха без конца нам рассказывает сказки о том, как она, знаете, и то не ест, и все не ест, но при всем при этом, я смотрю, она метет все, что плохо лежит. Далее, друзья мои, стали петь песню, напекли они пиццу по случаю дня матери, Танюха заходит под бурные, как говорится, практически овации, уселись, уселись, Танюха, смотри, уселись, борюсь и ко младшим за стул, дети бегают, суетятся, да. Хоть бы, вот я просто, знаете, посмотрела на Танюха, ну, ты знаешь, что сегодня день матери, ты знала, в любом случае понимала, что тебя дети сегодня будут поздравлять, да, напекут пиццу, там еще что-то сделают, ну, возьми хотя бы голову, помой, блин, у тебя волосы все сальные, ты уселась, по сути, да, так скажем, ну, образно, скажем, за праздничный стол, ты знаешь, что тебя будет снимать камера на ютубе, не, ну, голову-то, наверное, помыть, вообще расплюнуть, уж ко дню матери, я думаю, можно было бы голову действительно и помыть. Но, вы знаете, Танюхе не до этого, она опять про свою вот эту вот извечную селедку, которую она там засолила, или что-то она там с ней сделала, по какому-то опять особенному рецепту, но опять ей что-то там не нравится, надо, не надо и так далее. Далее, друзья мои, дети опять идут, знаете, под песню, идут к матери, уже, как говорится, не с пустыми руками, а уже с дарами. Подарили ей пакет бабкиных семечек, она говорит, ой-ой-ой, а вот это я очень люблю, вроде еще пакет попкорна, ну, еще там какие-то бесплатные билетики на массаж, я так понимаю, это просто, да, это, я так понимаю, что это они просто прикалываются, билетики на массаж, это, видимо, может быть, я не знаю, может, дети ее там ей будут массаж делать, я просто не понимаю. Напишите, кто в курсе, как говорится. В общем, друзья мои, вот так вот у них прошел день матери, мать, там чуть ли, знаете, не с опахалом дети стояли, да, не носили ее на этих, на носилках, да, на троне, туда-сюда, всяко-разно, прямо вот вообще, я не знаю, ну, любят, любят старшие Бровченко себя очень сильно, что мама, что папа, они всегда друг друга очень сильно нахваливают, всегда, вот, знаете, делают акцент, а вот мама у нас то приготовила, мама у нас все приготовила, везде обычно женщины готовят, и для них это вообще в порядке вещей, приготовить поесть, сходите на работу, да, а здесь Танька раз в три дня что-нибудь встанет, приготовит, и все, ее уже там, знаете, возводят, как говорится, в рамк святых, да, что вот мама встала, мама удосужилась, полдня проспала, и что-то еще решила приготовить. Та же Аня, которая, между прочим, по Таниным словам готовит первая постоянно, да, ну, что-то Аньку, я смотрю, никто особо не нахваливает, но Аньке не положено. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok